МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну кто? Смелая. Громче говорите. Мы сначала отняли одну ногу, а потом отняли одну ногу, потом отняли одну ногу, где-то 40-х годов. Она все равно продолжала подбирать готовый яд и курение, и, в результате, через несколько лет, где мне отняли целую ногу. Я все это видела, я ходила за ее двумя. Она меня просила, сходи меня кукурить. Конечно, я ее не убеждала, она меня все равно все, ну, вот так, как я забыла, как табачный день. Теремену не приходилось ее брать и ввести ее. Я ее принимала за каждую неделю с одним столетским удачным. И, в результате, она потом, после этого, прожила в детстве, второй операции, месяц, 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 месяц. Так что я хочу сказать, что вот, почему это все все будет. И врачи говорили, что мне употребляет алкоголь. И я, табачный анонсерамист, долгала до самой, как я делюсь в детстве. И вот это мне все, я выходила, чем я, конечно, из больницы, из склада остановки, пока все планы. Спасибо. Вот хорошо бы, если бы вы свой рассказ изложили на бумаге, и он бы мог помочь и нам в проведении дальнейших занятий, и другим людям как-то более здраво и трезво относиться к этим проблемам. Вот еще такое море лет, у четырех поколений пьющих. Вот это вот страшно, что последние поколения просто вымирают. Они остаются на земле, вот от этого рода вообще никакого. Вымирают, вот, когда они постепенно подходят к этой части, это страшно. Но только не они подходят, а мы подходим. Мы подходим к этой черте. Меня подозначило то, что вот люди, которые встали, отходят от этих пороков, пьянствуют, стримы, что это люди неподеренные, что у них есть шанс, и они становятся в основном, и могут дальше продолжать нормальную жизнь. Да, спасибо. То есть они, ну, не только они потерянные, они действительно, вот, в той жизни, в которой мы живем, они могут себя найти, найти себе достойное место. Но самое важное даже не это. Самое важное то, что человек избавляется от вечной гибели. И вот, что самое главное, что человек, он именно вот в этом отношении пытается, пытается для него, никто за него это не сделает, изменить вот эту вот свою жизненную перспективу вообще. Я вчера тоже сказал, что я приехала, что нужно временно рекламу делать, чтобы больше знали. Все равно мало стоит людей, чтобы здесь такого не могло было, чтобы вы любите делать. Вот мы и делаем рекламу, вы наша реклама. Так, может быть, мы как-то, давайте мы с вами сделаем таким образом. Мы вам, чтобы ваш такой позыв, он нашел какое-то реальное выражение, мы вам дадим домашнее задание. У нас все очень просто. Сегодня у нас вторник, да? Давайте мы с вами договоримся, что к завтрашнему дню вы, не надо там, может быть, как-то много, хотя если вы больше напишите, хуже от этого не будет, написать свои предложения. Предложение, как вы считаете, можно изменить нам ситуацию в обществе. Но, причем, вот, как бы, когда мы будем с вами писать, как изменить ситуацию в обществе, мы должны помнить, что, слава Богу, у нас закончила страна советов. Когда мы давали только советы, как нужно жить, а чтобы вы имели реальное такое представление, не как кому-то менять, а что реально, вот, я могу сделать для того, чтобы изменить ситуацию в обществе. Что я могу сделать, то есть, что зависит от меня, что я могу сделать. А не так, вот, там, вот, президент должен это, дума должна это, мэр и губернатор должны это, все должны это, а я посмотрю, что из этого получится, да? Ничего из этого не получится. Вот такой вопрос. Воля, батюшка, поясните, Божия воля, Божий промысел, в чем разница? Что бывает по воле Божией, а что по промыслу Божьему? Вот Игнатий Бринчанинов говорит, что в человеке непрестанно действуют три воли. Три воли. Первое, это воля Божья, смысл воли Божьей заключается в чем? Можно ее коротко выразить, спаситель говорил своим ученикам, хотением не хочу смерти грешника, но чтобы каждый человек спасся и имел жизнь вечную. Как эта воля осуществляется в жизни каждого конкретного человека, это есть уже промысел Божий. То есть, как Господь промышляет о каждой человеческой личности. Но помимо воли Божьей, которая направлена на спасение человека, на спасение от зла, на спасение от вечной гибели, в человеке существует еще и воля, которая влечет его ко злу. И вот эта предрасположенность каждого человека ко злу, нужно понимать, что она присутствует в каждой человеческой личности. И один из выдающихся наших отечественных богословов, Зиньковский, богослов и педагог, он в своих трудах по воспитанию, у него есть очень хорошая книжка, называется она «Христианская антропология и педагогика». Мы договаривались, что телефоны сюда входя, выключая христианская антропология и педагогика, и он говорит о том, что в процессе воспитания человеческой личности, вот эту предрасположенность каждого человека ко злу, мы должны обязательно учитывать. И вот это злое начало, или, как мы говорим, поврежденность человеческой природы, или иными словами говорим, прародительский грех, который присутствует в каждом человеке, это неизбежно, является достоянием каждого из нас с вами. И, собственно говоря, Господь для того и пришел, чтобы указать нам, как преодолеть в себе вот это вот влечение ко злу. То есть, как справиться самому в себе вот с этой удаленностью от добра, и что сделать для того, чтобы мне утвердиться в добре. Как это сделать? То есть, вот злая воля, дьявольская воля, влечет нас с вами к худому. То есть, помимо воли Божией, есть еще и злая воля, которая нас склоняет на все злое. И есть третья воля, как об этом говорит Игнатий Бринчанинов, которая действует в человеке, это воля человеческая. И, собственно говоря, воля человеческая дана человеку для того, чтобы сделать выбор между волей Божьей и волей злой. И какой выбор делает человек, он этот выбор совершает своими делами, своими поступками. Мы с вами об этом уже говорили, что важно не то, что человек говорит, а то, что он делает. Человек может иметь благие намерения, но от этих благих намерений в жизни его становится все хуже, хуже и хуже. Важны для исправления жизни не намерения, а дела и поступки. Именно поступки определяют искренность наших с вами намерений. Вот, собственно говоря, в чем и отличие. Говоря о промысле Божьем, можно сказать, что есть его такое вот догматическое определение, что промысел Божий заключается в том, что он поддерживает то, что Господь создал, силы этого творения, все направляет ко благому и способен даже и худые обстоятельства в жизни человека привести к доброму, положительному концу. Но каким будет это, зависит не от Бога, а зависит от самого человека. В церковной традиции даже говорится такими словами, что Господь спасает человека. Но не без человека. То есть самым главным, самым действенным и важным во взаимоотношениях Бога и человека является то, что Бог человеку дал свободу. Свободу, в первую очередь, нравственного выбора между добром и злом. И Бог человека ни к чему не преневоливает. Говорится, что жизнь и смерть я дал тебе, выбери жизнь, говорит Господь. И от того, что человек выбирает, это зависит от тех поступков, которые он совершает. Есть хорошая книжка, называется она «Илиотропион». «Илиотропион». Что? Да. «Илиотропион». «Илиотропион» — это по-гречески означает «подсолнечник». «Илиотропион». Написал ее тобольский митрополит Иоанн Максимович. И она рассказывает о том, что такое вообще воля Божья и как волю человеческую соотнести с волей Божьей. С волей Божьей. Я вам, ну если можете, можете почитать эту книжку. Я, наверное, на прошлой неделе заходил в нашу лавочку. Она там в лавочке у нас была. И почему выбрано это название? Знаете, наверное, что у подсолнечника, у него есть очень такое свойство, что головка подсолнечника постоянно поворачивается за движением Солнца. И находится вот постоянно вот в этом вот таком вот тесном соприкосновении с Солнцем. И взял вот этот главный принцип митрополит Иоанн для того, чтобы объяснить, как каждая человеческая личность может находиться во взаимоотношениях с Богом. И мы очень часто о Боге говорим, используя именно такие эпитеты, называя Его Светом Истины, Солнцем Правды. То есть то, что указывает нам с вами путь в нашей нравственной жизни. И вот такое постоянное соотнесение своей воли с волей Божьей, та, которая заботится о спасении каждого человека, это является основополагающим в нашей с вами духовной жизни. И вот здесь вот есть вопрос такой, ну как раз, может быть, с него об этом можно было бы сказать. что такое духовный отец и что такое духовник. То есть духовник — это священник, который помогает человеку вот в этом нравственном духовном выборе, помогает человеку определиться и сделать правильный выбор в отношении своей внутренней духовной жизни. А проще, можно сказать, помогает человеку научиться жизнь по Евангелию. Что для этого необходимо? Как об этом говорят святые отцы, для этого необходимо в первую очередь молиться и просить, чтобы Господь в этом нам с вами помог. Это первое. Второе, как они говорят, должно быть сердечное расположение. То есть я должен, или точнее сказать, я могу искренне и подробно говорить о всех сферах своей жизни. В первую очередь о своей жизни внутренней. Потому что внешняя жизнь определяется именно тем, что происходит внутри человека. И еще одно важное условие, которое необходимо, во-первых, не нужно торопиться в выборе своего духовного руководителя, молиться и не торопиться. А следующее важное обстоятельство — должны быть плоды ваших совместных духовных трудов. И, к сожалению, в настоящее время нередко, во-первых, люди не ищут духовного руководства, а они в лучшем случае пытаются с помощью батюшки решить какие-то свои бытовые проблемы. И от духовных вопросов переходят к вопросам того, что вот как вот там вот в той ситуации поступить, или как в этой ситуации поступить. А тем самым пытаются уйти просто-напросто от ответственности за принятие того или иного решения, пытаясь это переложить на своего духовного руководителя. И, конечно же, это не совсем верно, не совсем в традиции нашей с вами церкви, хотя, к сожалению, является, наверное, весьма распространенным явлением в настоящее время. Но самое главное, что вот мы должны понимать, что духовное руководство нужно в первую очередь для духовной жизни. Для духовной жизни. Вот еще вопрос задают. Если брошюра по теме курсов, нет, на данный момент ее нету, мы над этим работаем, пока нет. Вот даст Бог. С помощью Алексея появятся у нас кассеты и диски, того, о чем мы с вами здесь говорим. А брошюра — это наши такие перспективные планы. Можно ли брать обет трезвости за другого человека? Вот здесь нужно, может быть, несколько конкретизировать вопрос. Не за другого человека. Потому что за другого никто прожить не может. А вот ради другого человека, вот это вот можно. И мы имеем основание для этого. В словах апостола Павла, который нам с вами говорит, что если соблазняется брат мой, то тогда я не буду пить вина и есть мясо вовек. Не потому, что я от этого страдаю. Или для меня есть такая проблема. А потому, что это проблема у моего ближнего. И вот для того, чтобы ему в нравственном отношении, опять-таки, по слову Евангелия, где говорится, носите тяготы друг друга и тем исполните закон Христов, вот для того, чтобы помочь нравственно человеку изменить свою жизнь, обрести необходимый духовный опыт, поддержать его, то тогда это, собственно говоря, приветствуется реально и возможно. У нас вот второй номер, который вышел нашего журнала «Трезвость», «Трезвое слово». Там как раз есть материалы, касающиеся обета трезвости. Можно там с ними более подробно познакомиться. Если в роду было совершено убийство, не преднамеренное, а при случайных обстоятельствах, скажется ли это на нас, детях, последующим поколениям? Во-первых, если мы считаем, что произошло убийство, но оно прошло как бы непреднамеренное, то это не совсем такая правильная постановка вопроса. Потому что, если что бы в жизни человеческой не случилось, вот мы с вами говорили только, что существует промысел Божий о каждом человеке. И если для со стороны человека это, может быть, было непреднамеренно, как вот говорит автор записки, то Господь одним из свойств, которого является то, что Он всеведущ, то есть Он знает и прошлое, и настоящее, и будущее. И если любящий Господь, тот Бог, о Котором Иоанн Златоуст говорит, что есть любовь, Он, Бог, есть любовь, попускает такому случиться в жизни человека, то, вероятнее всего, мы вправе предположить, что есть в этом какой-то смысл. Есть в этом какой-то смысл. Каков этот смысл? Я думаю, что это уже разговор не для такого вот ответа на всеобщую аудиторию. Я думаю, что если автор этой записки сам помолится, то Господь очень часто нам в нашей совести, Он открывает и знает, где и как, почему это случилось. Но если даже такое и произошло, мы знаем, что нет человека, который бы был без греха. И каждый человек грешен в той или иной мере. Но в чем, собственно говоря, смысл, когда Господь попускает существование зла? Об этом говорит Иоанн Златоуст, говорит об этом такими словами, что со времени грехопадения человека зло стало средством его спасения. Через то, когда мы с вами сочетаемся со злом, мы научаем отличать его от добра, мы с вами приобретаем необходимый духовный опыт. И, может быть, Господь попускает те или иные обстоятельства в жизни не только для того, чтобы это случилось с нами, а в первую очередь для того, чтобы подвигнуть нас к молитве, подвигнуть нас к нравственному и духовному изменению, подвигнуть нас к тому, чтобы вот это спасение, оно стало реальностью, в первую очередь, моей жизни. И, вообще, нам в Евангелии, в Священном Писании, в Ветхом Завете еще говорится, что грех в роду передается до четвертого колена, а благодать до седьмого и выше. И нужно понимать это, что не такой вот злой Господь, который там четыре поколения, он накладывает, как бы, такое клеймо на всех потомков в роду, а именно в этом проявляется любовь Бога, потому что Бог наш не есть Бог мертвых, но Бог живых. У Бога все живы. И мы с вами говорили о том, что человек, не один человек, он не прекращает своего бытия. И Господь всегда заботится о спасении. И пусть, если даже какой-то человек во время своей земной жизни не смог этого сделать, не смог этого сделать, вот мы сегодня начнем с вами разговор на эту тему. Особенность, главная особенность нашего состояния здесь, на земле и там, за рубежом земной жизни, определяется в первую очередь тем, что покуда мы с вами имеем плоть, то есть покуда душа находится в теле, посредством тела душа сама может меняться в сторону добра или в сторону зла. Когда душа разлучается с телом, то есть когда душа лишается вот этого вот инструмента, с помощью которого она могла совершенствоваться, она сама в себе уже не может ничего изменить. Святые отцы нам говорят о том, что главное наше отличие жизни здесь и жизни там заключается в том, что за чертой смерти нет покаяния. То есть человек не может сам измениться. Но остались люди, которые живут на земле, осталась церковь. И по молитвам родственников, по молитвам церкви возможны изменения посмертной участи человека. Но насколько это будет реальным, это уже зависит не от того, кто нуждается в этом изменении, а зависит в первую очередь от того, как о нем заботиться. И вот именно Господь четыре поколения готов ждать, что будут молиться и вымаливать вот эту вот погибшую человеческую душу его близкие и родственники. Потому что через четыре поколения память уже начинает затухать, и нет такого вот яркого воспоминания и заботы об умерших своих родственников. Но мы об этом с вами будем говорить еще. А сейчас, может быть, к слову уместно сказать, что нам с вами очень важно молиться за своих умерших родственников. Потому что если они не сподобились быть с Богом, то они нуждаются в нашей помощи. А если они имеют дерзновение пред Богом, то тогда мы от них можем получать помощь в нашей жизни. И наши с вами молитвы ко святым, они в первую очередь имеют вот это вот основание, что, как мы с вами говорили у Бога, каждая душа жива. И если человек достиг святости, и мы с вами его причислили к лику святых и обращаемся к нему за помощью, то мы эту помощь можем получать. То есть, если даже такое произошло, то это не повод для какого-то отчаяния и уныния, а это наоборот такой повод к более усердному, к более ревностному молитве о своих умерших родственниках. Скажите, промысел Божий распространяется на всех людей или не только на тех, кто находится в лоне православной церкви? Промысел Божий распространяется на всех людей. Потому что, как об этом говорил еще в IV веке один из христианских апологетов Тертулиан, что душа каждого человека по природе христианка. И Господь промышляет о спасении каждого человека. Каждого человека. Более того, мы с вами знаем, что когда пришел Господь, не было никакой православной церкви. И церковь, которой мы с вами принадлежим, православная стала только в XI веке, когда произошло разделение на восточную и западную церковь в середине XI века. А до этого церковь была единая, но было время, когда церкви не было. И мы знаем, что свод книг Священного Писания, которым мы с вами в настоящее время пользуемся, он сформировался и определился всего лишь в начале IV века. А до этого жизнь, почти что три столетия духовная жизнь, она происходила в устной традиции, в предании, которое отвергают протестанты, на которое является основополагающим в догматическом учении нашей с вами церкви. И, собственно говоря, Священное Писание является частью предания. Не главным, а частью. И вот в этом отношении Господь промышляет о каждом человеке. Существуют такие, как их называют, теологумены, то есть богословские мнения. То есть есть догматические, канонические определения, есть правила церкви, а есть вот так называемые теологумены, то есть они принадлежат, как правило, каким-то святым людям, но они не имеют догматического определения. И вот существует такое мнение, что когда, если человек даже не крещеный, он находится под покровительством общих ангелов-хранителей. А когда человек принимает таинство крещения, как мы об этом с вами говорили на прошлой нашей с вами встрече, что человек получает личного ангела-хранителя, который сопровождает его всю земную жизнь и 40 дней после смерти. Можно ли молиться за самоубийц? Вообще, для того, чтобы определиться, молиться или не молиться, нужно понимать, что есть в нравственном, в духовном отношении действия, которое мы с вами называем самоубийством. Мы говорим о том, что жизнь человеческую, жизнь, точнее, себе, каждый человек не сам приобретает, он ее получает как дар от Бога. Вот тот самый талант, о котором говорится в притче о талантах. И жизнь человеческая зависит не от человека, от человека зависит состояние этой жизни, нравственный выбор, то есть поступки, которые он совершает. А само, сама жизнь, она зависит от Бога. И, собственно говоря, как об этом говорит Игнатий Принчанинов, когда Господь прекращает жизнь человечеству, прекращает тогда, когда видит, что человек определился и утвердился в нравственном выборе. И смерть для человека всегда является благом и проявлением любви Божией. Почему? Вот мы с вами только что говорили. Если человек укоренился во зле, определился и укоренился во зле, то смерть для него является благом. Почему? Смерть для него благом является именно потому, что, когда человек лишается плоти, он не может становиться еще хуже. Еще не может становиться хуже. И в этом, конечно же, является забота Бога о душе каждого человека. Если человек определился в добром нравственном выборе, то почему для него смерть является благом? Смерть для него благом является именно потому, что, очень важно для нас с вами понимать, мир, в котором мы сейчас живем, Бог такой мир не сотворил. Не сотворил. Это есть следствие того события, которое произошло в истории всего человечества, когда наши с вами прародители отпали от Бога. И мир, в котором мы с вами живем, собственно говоря, как нам об этом свидетельствует богослово, история того человечества, в котором мы с вами живем, началась именно с грехопадения, с отпадения человека от Бога. Об этом, собственно говоря, нам свидетельствуют и современные научные данные. Я вот вам рекомендую посмотреть, есть очень хороший фильм, сделали его протестанты, он называется «Происхождение». Там говорится о происхождении Вселенной, о происхождении жизни на Земле и о происхождении самого человека в свете вот тех современных данных, которыми располагает современная наука. И там ученые говорят, что возраст Земли, он составляет не более десяти тысяч лет. Десяти тысяч лет. И это вполне соотносится с тем летоисчислением, которое существует в Церкви. И поэтому жизнь, как бесценный дар, данный Богом, он принадлежит не человеку. И Господь, давший человеку жизнь, нас ведь с вами никто не спрашивал, хотим мы быть или не хотим мы быть. Это за нас в свое время решили наши родители. А Господь вот эту волю наших с вами родителей, Он благословил, благословил тем, что появились мы с вами. И собственно говоря, вот еще с ветхозаветных времен существовало отношение к человеческой жизни именно таковое, что дети это есть Божие благословение на брак. Божие благословение на брак. И если вы помните, как страдали родители Богородицы Иоанна Предтечи, когда они терпели вот это вот поношение бесчастства, то есть когда не было у них детей. Не было детей. Почему? Вот мы с вами определились почему. И поэтому, когда человек лишает себя о жизни это дерзость по отношению к Богу. И он не просто уходит из этой жизни, он дар данный Богом отвергает, самоисключая себя из действия промысла Божьего. Сам исключая себя из действия промысла Божьего. И поэтому церковь за таковых людей не молится. Не молится. Вот можно было бы ответить таким образом на этот вопрос. Единственное еще хотелось бы дополнить. Я несколько уклонился в сторону, не объяснил окончательно почему человек укоренившийся в добре, для него смерть является благом, потому что мир, в котором мы с вами живем, он лежит во зле, и здесь совершенствование в добре для каждого из нас с вами имеет определенные границы. Но когда человек является членом церкви, является членом вот этого мистического тела Христова, то расставаясь с этой земной жизнью, будучи членом церкви, при содействии благодати Божьей, совершенствоваться в добре, человек может и после окончания земной жизни. Некоторые святые отцы, они не рекомендуя молиться в церкви, не рекомендуя, они тем не менее разрешают молиться о самоубийцах в келейной молитве. То есть человек не может молиться в церкви, но может молиться сам и просить Господа о помиловании. И тут как бы никто нам с вами запретить этого в принципе не может. В принципе не может. Тем более когда у человека болит душа и тоскует сердце об умершем человеке, никто нам не может запретить этого сделать. Одной из форм точнее сказать помощи о умерших людях, особенно о самоубийцах является то, что мы можем раздавать за них милостыню, чтобы Господь помиловал их и явил им свою милость. Что будет с их участью мы с вами сказать не можем. Чем можно помочь человеку в ситуации когда он согласился с моими доводами, что алкоголь по сути не снимает стресс, а губит нейроны, но теперь он не знает как переключить мозг с надоевших мыслях о проблемах на работе, от которых он устает за день и естественно хочет от них отдохнуть вечером. Я ответил, что можно почитать вечернее правило или акафист, но у него нет желания и навыка к молитве. Он спросил не существует ли других светских способов переключения внимания, что можно посоветовать. Убедить входить в храм и вести духовную жизнь я пыталась, но пока не трогай его, насильно мил не будешь, надо захотеть своего спасения, чем ему помочь. Чем ему можно помочь? Ну, вот мы с вами говорили, что человек берет на себя какой-то духовный подвиг ради другого человека. Ради другого человека. И вот здесь вот мы должны понимать главный смысл. Для каждого человека в Священном Писании, для каждого христианина Господь говорит такие слова, обращаясь к своим ученикам. Вы свет миру, вы соль земли. В чем суть действия света? Она указывает направление движения. А соль она предотвращает от разложения, от развращения, от разрушения человеческой природы. И вот мы призваны в том гибнущем мире, в котором мы с вами живем, быть вот тем вот самым нравственным светом. То есть своей жизнью свидетельствовать о истине Христовой. И если глядя на нас никто нашей жизни не хочет подражать, то мы должны в первую очередь вот на это обращать внимание. На это внимание. Не искать каких-то доказательств от разума и доводов, как это лучше всего сделать, а в первую очередь жить так, как этому научает нас с вами церковь. А когда мы будем сами жить так, как нужно жить, по крайней мере стремиться к этому, Господь обязательно откроет, даст указания, как это будет, сложно сказать. Или может, извините, произойдут какие-то скорбные обстоятельства, потому что, к сожалению, в настоящее время большинство из наших с вами соотечественников церковь приходят не потому, что они хотят заниматься спасением своей души, а потому, что именно их приводят в церкви вот эти вот скорби. И они в миру не находят никакого решения, никакого утешения сами для себя. И приход в церковь дает им вот то, чего они ищут, чего они хотят, чего они хотят. И вот в этом отношении может произойдут какие-то скорби, мы этого не знаем, может Господь пошлет такого человека вашему близкому. К сожалению, очень часто бывает так, что когда мы о чем-то говорим, к нам несколько такое предвзятое отношение, но те же самые слова, сказанные другим человеком, они будут иметь совершенно иное значение в его жизни. Как это произойдет, мы не знаем, но вот мы верим, что Господь промышляет о каждом человеке и спасает каждого человека. И по мере того, как мы обращаемся к Богу и сами стремимся жить такой духовной жизнью, Господь обязательно поможет, никого не оставит отвергнутым. То есть каждому Господь обязательно поможет. Где можно найти книги профессора Углова, не существуют ли они в интернете? Наверное, можно найти в библиотеке книжки Углова, а вот существуют они в интернете или не существуют, я, честно говоря, не могу сказать. Не могу сказать, но можно, наверное, кто у нас там есть? Елена, надо Ольгу Еремину попросить, чтобы она посмотрела, может быть, она там найдет что-то относительно книг Федора Григорьевича Углова. Так, и еще вот тут у нас вопросы есть, я смотрю. Правда ли, что то, что когда немцы нас не победили, то был создан план Далеса, где было сказано через табак, выпивку и разврат детей, мы победим Россию, правда ли это? Я думаю, что тут трезво мыслящему человеку не надо задавать никаких вопросов. Мы вот с вами говорили о том, что мы идеологию Гитлера в мировом сообществе осудили, но почему-то значит его планы в нашем Отечестве они воплощаются и реализуются в жизни. Мы с вами об этом говорили, еще раз может иметь смысл сказать, что мы холодную войну проиграли и мы живем в настоящее время на оккупированной территории и многое, то, что вроде бы казалось бы очевидным для пользы народа, оно почему-то у нас не делается. Почему не делается? Вот потому и не делается. Потому и не делается. Есть очень хорошая книжка, профессор Лисичкин ее написал, я вам об этом уже говорил, называется она Третья мировая война. И там тактика, планы, цели, места главных сражений, они очень хорошо и подробно изложены. Если кому-то это интересно, вы сами можете с этим совсем познакомиться. Вот мне хотелось бы вам, прежде чем продолжить разговор, рассказать о таком очень ярком образе. Он помогает правильно настроиться на отношение к алкоголю. Это было, наверное, где-то в 70-х годах. Киевская студия Научфильм, они сделали такой документальный фильм. Взяли в одном месте в свинарнике, собрали месячных поросят от разных свиноматок. И у них сразу же там выстроилась такая свинячая семья, выявился самый главный и там иерархия такая выстроилась. Проявлялось это в первую очередь в той форме, что когда им приносили пищу, никто вперед этого вожака пищу принимать не начинал. Подходил он, пробовал, начинал кушать и после этого все принимали пищу. И вот ученые решили сделать такой эксперимент. Взяли им в ту пищу, которую они употребляли, вылили трехлитровую банку пива. Налили пиво. Решили посмотреть, что из этого получится. Ну подходит вот этот вот самый главный вожак, попробовал, вроде бы что-то такое вот необычное, стал кушать, ну и все не только не сомневаясь, они сразу уже стали это дело все употреблять. Скушали и ну что называется накушались, да? Накушались. И тут началось ну все как многим из нас это все знакомо. Самый маленький стал задираться на самого большого и в конечном итоге это все кончилось, что они все извините усвинячились и увозякались и уснули. Когда подошло время очередного приема пищи, сердобольные двуногие решили проявить к ним сострадание и полечить их, да? И опять повторили ту же самую процедуру. И вот очень важно как они на это дело все отреагировали. Подошел вот этот главный вожак понюхал вспомнил видимо что это такое подошел с другой стороны взял и это корыто перевернул. И никто из свиней больше к этому корыту и к тому что там было предложено даже не прикоснулся. Вот видите для животных для свиней было достаточно одного раза и им стало все ясно сразу же и понятно сколько раз нужно объяснять нам с вами для того чтобы сделать для себя правильный выбор ну тут уже каждый из нас с вами должен вспомнить свою жизнь и сравнить насколько внятно и понятно до него это все дошло или доходило или не доходило продолжим наш с вами разговор и мы вчера с вами говорили о том как табак влияет на организм человека сейчас хотелось чтобы мы с вами продолжили эту тему но поговорим несколько о ином посмотрим на эту проблему в другой плоскости на занятие как-то пришел к нам ванюшкин папа походил позанимался поделился дома со своей половиной подходит говорит можно тут вот моя проявила интерес можно говорит мы вместе придем ну пожалуйста приходите у нас вы видите занятия не закрыты каждый любой человек может прийти и заниматься ванюшку им девать было некуда ванюшку они привели с собой известно что у каждого человека есть своя психическая энергия или биоэнергия как ее еще по другому называют она имеет свои определенные вполне конкретные характеристики носит электромагнитный характер и ее с помощью тех или иных приборов ученые даже пытаются в настоящее время измерить ну самый простой способ кто-то из вас может быть видел иной раз на улице вот там вот новоявленные такие целители и биоэнергетики они сидят с миллиамперметром к миллиамперметру приложена такая пластина присоединена человек кладет руку на пластину и видно что показания прибора начинают меняться насколько это соответствует реальности и что за этим следует мы это не рассматриваем мы берем просто-напросто вот факт как это можно определить ну и если это попытаться выразить графически вот пришли они на занятие у папы был вот такой вот потенциал у мамы такой потенциал ванюшка хоть и маленький но у него тоже был свой такой вот потенциал наступил перерыв в занятиях и тот который нас с вами склоняет ко всему худому начал там ванюшке рогом тыкать и говорит ну-ка ты что-то мы с тобой давно соску вонючую не сосали ну-ка давай-давай пойдем а то так смотри и справишься я столько лет тут над тобой трудился а ты каким правильным решил стать ну-ка давай-давай-давай и начинает ну самое последнее ну ты же все равно от этого хочешь избавиться ну вот у тебя тут еще в пачке немножко осталось ты сейчас последними себя отравишь новую уже понимать принимать не будешь и так далее и так далее вот между прочим на этом можно было бы немножечко остановиться чтобы это было понятно для вас мы завтра наверное более подробно будем говорить о том как падшие духовные сущности воздействуют на человеческие мысли но одним одной из тактик их действий является то что вот когда они видят стремление человека изменить свою жизнь логика его действий примерно такая бывает внутренний ход мысли хочешь жить трезво ну конечно это же как здорово жить трезво это же ты сколько всех своих жизненных проблем и чего ты накуролесил можешь исправить конечно мы с тобой будем жить трезво и вот если человек с этими мыслями начал собеседовать начался его уже откат обратно как только он с ними стал собеседовать следующая мысль будет примерно следующего содержания ну конечно жить трезво это здорово и к этой жизни надо подготовиться к этой жизни надо подготовиться то есть нужно время и чего там у тебя немножко добра осталось что оно пропадать то будет ну есть одна там другая бутылочка уж тебя не сразу все поймут пусть пока постоит пусть пока постоит если человек эту мысль проглотил он тогда начинает следующее примерно ну конечно как здорово жить трезвым и мы обязательно с тобой будем жить трезво и к этому нужно подготовиться вот давай-ка мы с тобой начнем жить трезво с понедельника а лучше с нового года и чем дальше он сумеет нас убедить начать вот эту новую жизнь тем для него лучше и вы вот эту вот если ее условно так назвать тактику понедельников вы все в своей жизни уже проходили и знаете чем это заканчивается дальше могут быть мысли следующего характера ну конечно там ты жил много пил и кто же говорит много пить это плохо плохо но совсем не пить тебя никто не поймет никто тебя не поймет и конечно давай мы с тобой поживем трезво ну вот будет очередной юбилей будет очередной юбилей и смотрит что человек выберет и для него самое главное раскрутить вот этот маховик а дальше уже по своей греховной природе человек сам додумает он ему может предложить что там ты придешь с собой принесешь минералку да но когда человек будет собираться может получиться так что минералка осталась дома а когда он туда пришел встретился со своим лучшим другом и так далее и так далее то есть вот вы должны вот эти вот примеры их можно до бесконечности разбирать как лукавый начинает уговаривать человека для того чтобы он совершил вот этот поступок для чего с какой целью он это делает это тоже все понятно если кто-то из вас пытался обрести личный духовный опыт и пытался молиться то в утренних молитвах сразу же после предначинательных молитв есть такие слова внезапно судья приидет и кое-гождо деяния обнажаться то есть окончание нашей с вами земной жизни равно как и ответ за нее для человека всегда будет внезапным всегда будет внезапным как бы человек к этому не готовился и вот церковь нас научает жить так чтобы мы всегда были готовы предстать пред Богом и дать ответ за свою жизнь лукавый тоже это знает и когда он нам с вами говорит ну давай последнюю ну давай с понедельника ну давай с нового года своими доводами чего он достигает он достигает самого главного он говорит ты сейчас согреши а что будет потом это мы еще посмотрим вот ты сейчас согреши потому что он прекрасно знает что следующего мгновения жизни это не от него зависит для человека просто-напросто может не быть а Господь нам говорит в чем застану в том и сужу в том в чем застану в том и сужу и поэтому я думаю что не имеет смысла на этом подробно останавливаться но каждый из вас на своем личном опыте это вероятнее всего неоднократно проходил когда его попытки изменить свою жизнь если вот сейчас у человека есть стремление и понимание осознание того что жизнь нужно менять но он поддастся этим уговорам и не будет этого делать вероятнее всего потом он не будет делать этого в большей степени вероятности если вообще об этом вспомнит если вообще об этом вспомнит то есть вот говоря уже о конкретном духовном совете если вы сейчас осознаете необходимость в своей жизни что-то изменить и не начнете это закреплять конкретными практическими навыками не начнете приобретать необходимый опыт трезвой жизни вот тот вот настрой та устремленность то желание изменить свою жизнь очень быстро лукавую вас украдет если мы не будем стремиться сохранить его своими делами и поступками но возвращаясь к Ванюшкиному папу лукавый его уговорил сходить отравиться табаком и вот он возвращается после отравления табаком мы говорим давайте мы еще раз посмотрим что у вас там произошло и если у него было так то стало вот так и тут Ванюшкин папа он сразу приуныл и видно что вторую половину занятия он сидел серьезно озадаченный вот этим положением дел когда занятие закончилось мы говорим ну давайте еще раз посмотрим что у нас там складывается на что он очень охотно согласился давайте давайте это что-то там приборчик непонятное показывает и замеряли опять-таки у всех членов семьи если у папы было такое потом такое к концу занятия он как-то так более-менее стал выравниваться папа сразу плечики расправил ну ничего мол поживем еще не все так трагично потом замеряли потенциал у мамы если у мамы был такой он стал такой и мама на него уже так из-под лобья посмотрела так-так-так сейчас домой мы с тобой придем разберемся поговорим что к чему и у последнего замеряли у Ванюшки если он у него был такой то он у него стал таким то есть он в этой ситуации пострадал больше всего и вот наша с вами задача заключается именно в том чтобы мы разобрались почему же так происходит почему так происходит церковь нас научает тому что душа каждого человека творится из душ его родителей из душ его родителей то есть можно сказать что все члены семьи или точнее сказать вот два человека отец и жена когда рождаются дети они соединяются между собой в единое целое об этом нам с вами в священном писании говорится такими словами что будут двое во плоти един то есть это уже не два человека а это единое целое единое целое и можно графически попытаться это изобразить таким образом что семья и то что их соединяет это вот такая система сообщающихся сосудов где вот этот вот энергетический потенциал он находится постоянно на одном уровне и если у кого-то из членов семьи этот потенциал падает то он понижается во всей семье почему в данной ситуации Ванюшка пострадал больше всего потому что он растет и многие защитные функции у него еще не сформировались он организм его ориентировал на то чтобы получать и через это возрастать как личность он еще не может защищаться и поэтому он как беззащитное существо в этой ситуации пострадало больше всего пострадал больше всего то есть мы должны с вами понимать что наши греховные привязанности наши вот эти порочные поступки это не просто нашего личный выбор а это то что оказывает влияние не только на меня но и на мою семью можно даже такой тезис еще высказать что ну вот существует грубо говоря какая-то такая критическая линия здесь да то есть вот члены семьи они муж и жена они соединяются вместе почему они соединяются потому что они друг друга любят то есть есть то что их позволяет им соединиться вместе и принять такое решение что они готовы жить дальше совместной жизнью но что является причиной этого то есть причиной этого является то что люди сами в себе это нельзя потрогать человек это чувствует да что у меня к этому человеку возникают совершенно иные чувства как к другому человеку именно потому что эти чувства возникают и они эти чувства для меня приятны и я хочу с этим человеком дальше быть чтобы эти чувства меня не расставались мы готовы жить вместе но если не заботятся о том я уж не говорю чтобы сохранить хотя главное назначение у нас не только сохранить а каждый из нас очень существенно может умножить и увеличить вот то что нас с вами соединяет вместе и происходит такое вот единение людей то может быть кто-то из вас сталкивался с такими людьми которые прожили долгую жизнь вместе они даже к концу жизни становятся похожими друг на друга и происходит единение да похож и происходит не только такое вот духовное соединение нравственное соединение мы знаем медицина нам говорит что вот скажем при пересадке органов органы от родственников то есть от мужа от жены от детей они приживаются лучше чем от других каких-то людей почему да потому что есть вот это вот такая вот это нравственное духовное такое единение оно оказывает влияние и на человеческую плоть и если мы не заботимся о том чтобы это сохранить и наполнить то рано или поздно это все переходит через какой-то критический уровень и если они раньше не могли друг без друга то сейчас они просто-напросто не могут друг с другом просто-напросто не могут друг с другом не происходит это не из-за каких-то внешних обстоятельств а просто-напросто именно потому что они не сумели сохранить вот тот дар который дал им господь но возвращаемся к нашей чете то есть они соединяются вместе да и образуют единое целое но очень важный момент что ванюшкин папа он 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 тоже является чьим то ванюшкой то есть у него тоже есть свои родители у мамы у него тоже есть родители у этих родителей тоже есть родители У тех родителей тоже есть родители и так далее. То есть между собой соединяются не просто два человека, а между собой соединяются два рода. Соединяются два рода. И от того, что произойдет вследствие этого соединения, зависит очень много. Очень много. Именно поэтому у нашего с вами народа, а у многих даже и до настоящего времени, сохранилась такая традиция, что если они решили между собой соединиться вместе, соединиться вместе, идут и засылают кого? Сватов. Для чего? Какова их главная нравственная, духовная задача? В первую очередь выяснить, а нет ли каких-то препятствий для соединения вместе. То есть мы же понимаем, что соединяются не просто вот два человека, да? А соединяется целый род. И то, что они там в своем роду имеют, это будет отражаться вот на нем. В первую очередь. То есть он здесь будет носителем вот того, что эти два рода, они сами в себе накопили. И главное назначение именно вот этого сватовства заключается в том, нет ли каких-то препятствий. И по крайней мере в традициях нашего народа было такое, что если есть там в роду какие-нибудь воры, или есть люди, которые совершили какие-то иные преступления, вот есть там с вами заповеди Божии, 10 заповедей, там рассказано, как Господь определил жить. И если кто-то, есть там явные такие плоды, интересно вообще, каков плод вот этого генеалогического древа? Это можно вот изобразить по-другому. Вот они между собой соединяются, и там у них есть свои родители, там есть свои родители, там есть свои родители, ну и так далее. То есть вот между собой соединяется такое вот генеалогическое древо, два рода. Два рода. И что они там в себе несут? Какой духовный опыт они накопили? И если есть там нравственные какие-то преступники, я уж не говорю о том, что если там какие-то ворожей, гадатели, самоубийцы, прелюбодеи, то ясно, вот какие плоды в этом роду. И от этого рода старались держаться подальше. То есть ребенку просто-напросто говорили, значит, мы тебя на этот брак благословить не можем. Не можем. А нам в Священном Писании сказано, что благословение родителей созидает дома детей. И если нет родительского благословения, то все понятно, что счастливым такой брак быть просто-напросто не может. И всем было все ясно и понятно. И совершенно иное было, если в этом роду есть другие какие-то плоды. Есть в этом роду люди, скажем, которые ушли в монастырь, потому что они могут отмолить грехи своего рода. Есть люди, которые, может быть, вот сейчас немало таких, кто были замучены и потерпели мученическую смерть в известный период нашего времени, начало XX века. То есть есть святые, то тогда тоже вот какие они плоды вот этого генеалогического древа. И понимали, что вот они соединяются между собой в браке, да? И они прекрасно понимают, что могут быть дети. И, собственно говоря, именно появление детей, как мы с вами только что об этом говорили, это есть Божье благословение на брак. И когда появляются дети, давайте я вот, ну, плоскости сложно, это все нам тут будет графически рисовать, я нарисую вот так. Вот появляются дети, и рано или поздно они тоже соединятся с кем-то в браке, да? Там тоже будут дети, там тоже будут дети, там тоже, и так далее. То есть мы понимаем, что вот этим вот выбором мы определяем не только свое настоящее, но мы определяем и свое личное будущее. И будущее не только здесь за время земной жизни, а я прекрасно понимаю, что рано или поздно, и мне придется расстаться с этой жизнью. Нет никого из живущих на земле, кто бы не прошел через врата смерти. То есть рано или поздно каждый человек расстается с тем бытием, в котором мы с вами живем во время своей земной жизни. И мне, по крайней мере, не безразлично, когда я уйду из этой жизни, как здесь на земле за меня будут молиться. И я понимаю, что вкладывая в воспитание детей, заботясь о нравственном, духовном устроении своих детей, я тем самым забочусь о своей вечной участи. О своей вечной участи. И поэтому вот это вот очень важно для нас с вами осознавать, что вообще то, о чем мы с вами говорим, это, ну вот те вот, скажем, четыре биопоколения, небольшое, а настоящее. Но мы прекрасно понимаем, что там есть прошлое. И если есть мы и у нас есть дети, то у нас может быть будущее. А, собственно говоря, вечное свое бытие, я осознаю, понимая, что я не в силах здесь что-то изменить. Я только вправе определить, каким оно будет. Каким оно будет. И на один очень важный момент мне хотелось бы ваше внимание обратить. Определяется он в первую очередь тем, что вот несмотря на те тяжелые условия, в которых находится наше с вами Отечество, Отечество, тем не менее, мы вроде бы надеемся, что как-то у нас ситуация стабилизировалась, и надеемся, что есть, может быть, будет что-то лучше, что-то лучше. За счет чего и почему это все происходит? Вот мы понимаем, что прошлый век он дал мучеников за веру в святых столько, сколько не было за все предшествующие 19 веков существования христианства. То есть наша с вами русская православная церковь по количеству святых, которые были, существовали в прежние времена, вот начало 20 века, дало их гораздо больше, чем за все предшествующие 19 веков. И мы прекрасно понимаем, что то, что мы сейчас имеем возможность и надежду изменить в своей жизни что-то, это в первую очередь результат молитв вот этих вот святых, которые предстоят пред престолом Божиим и за нас с вами молятся. Но что реально случится в нашей жизни, это уже не от них зависит. Они нам, извините, такую возможность своей смертью вымолили. А что уже будет в нашей жизни и с нашими детьми, это зависит исключительно от нас с вами, ни от кого и ни от чего более. И зависит в первую очередь не от того, что происходит в нашей внешней жизни, а зависит от того, что происходит в нашей внутренней жизни. И как совершенно справедливо об этом говорил известный наш писатель Фёдор Михайлович Достоевский, что именно сердце человеческое, оно является тем полем брани между добром и злом. И уже от свободной воли человека зависит, кто на этом поприще одержит победу. И определяется это той жизнью, то есть теми поступками, которые из нас, каждый из нас с вами совершает. То есть вот, обращаясь к этой схемке, мы ещё раз можем сказать, что наша с вами нравственная жизнь в настоящий момент, она определяется не столько моими личными заслугами, а определяется именно духовным подвигом вот тех поколений предков, которые были в моём роду. А от меня зависит, что будет дальше. Что будет дальше. И поэтому вот мой нравственный выбор, извините, пить или не пить, курить или не курить, он определяет будущее. Почему мы с вами говорили, что это будущее, оно сейчас определяется в нашем настоящем и зависит от каждого из нас с вами, какой поступок мы совершаем. Вот мне хотелось бы обратиться сейчас в первую очередь к людям, те, которые ещё не сумели до настоящего времени окончательно определиться с табаком. А сколько у нас таких, кто ещё не решил задачу, кто ещё не бросил? Раз, два, три, девять. Так, во-первых, самая важная для них рекомендация – это обращать внимание на точность исполнения инструкции. На точность исполнения инструкции. Я об этом всем говорил, ещё раз, может быть, имеет смысл об этом сказать. Многое определяется тем, сколько вы сумеете в себе выделить вот этих вот ощущений. Ощущений. Чем больше вы их выделите, тем лучше. И можно даже более того сказать, когда вы их в себе выявите, вот тогда у вас пропадёт желание. И нужно здесь усердие проявить такое, чтобы выявить их как можно больше. Как это сделать, мы с вами говорили, ещё раз имеет смысл, может быть, повторить, о том, что, когда вы начинаете травить себя табаком, перед отравлением исследовать себя изнутри. То есть сосредоточиться на тех ощущениях, которые вы испытываете. Для чего? Для того, чтобы увидеть разницу. Если человек вот перед тем, как он отравляет себя табаком, это сам в себе не сделает, то тогда разницу увидеть будет крайне сложно. И чем подробнее вы себя исследуете, тем больше будет ощущений. И вот результат того, что мы провели правильную работу, он виден в том, когда мы написали много вот этих вот ощущений. Как это сделать, я вам об этом сказал, нужно ещё раз внимательно и серьёзно к этому отнестись. Следующее, что необходимо сделать сейчас, как правило, уже выявились вот те ситуации, когда возникает сильное желание. И все вот эти вот ситуации, их не так много, не так много, их нужно обязательно прописать. Их обязательно нужно прописать. То есть, где и когда у меня проявляется желание, и как я в этой ситуации, когда возникнет желание, буду с этим желанием бороться, что я буду делать. Мы с вами, я об этом говорил, ещё раз, может быть, повторю. Схема очень простая, что сначала возникает мысль, потом возникает желание, а потом уже возникает поступок. И очень важно контролировать свои мысли. Собственно говоря, в этом заключается одна из христианских добродетелей, наименование которой трезвение. Когда человек стоит на страже своего ума и не каждым мыслям позволяет овладеть своим умом. Не каждым мыслям. То есть, с какими-то мыслями мы можем сочетаться, а с какими-то, извините, просто обязаны бороться. Обязаны бороться. И именно вот в этой вот борьбе, в этом понуждении себя к неприятию этих мыслей Господь обязательно нам с вами поможет. Именно вот в этом труде, в этом стремлении, в этой борьбе Господь даст нам благодать для того, чтобы... Даст вот эту недостающую нам с вами силу для того, чтобы противостоять этому злу. И нужно обязательно контролировать свои мысли. Самое действенное средство, мы с вами об этом говорили, это молитва. У вас есть достаточно сейчас информации для того, чтобы представить своему уму необходимые знания, вызывающие, дающие понимание вреда этого, вызывающие к этому отвращение. И как вы сами в себе вот этот вот навык, эту привычку вы сформируете, это зависит только от вас и не от кого более. То есть, я должен себя к этому понуждать. Причем я понимаю, что никто за меня это не сделает. Если когда у меня приходит мысль отравить мне себя табаком или не отравить, я начинаю ее рассматривать, я начинаю думать, когда я последний раз себя отравлял, какие у меня были ощущения, то будьте уверены, что вы в скором времени схватитесь за сигарету и побежите исполнять вот эту вот злую волю. Причем нужно понимать и не строить в этом отношении никаких иллюзий. Если мы начнем размышлять на эту тему, лукавый нас обязательно уговорит. Обязательно уговорит. Вы здесь никакой Америки не откроете, что я с этим справлюсь, вот я сейчас немножко подумаю, решу, как мне поступить, и я таким образом избавлюсь. Нет, не избавитесь. То есть тот, с кем мы боремся, он намного опытнее нас с вами. Намного опытнее. И полагаться на то, что я вот смогу с этим справиться, нет. Самый верный способ, как этому нас учит церковь, не вступать в собеседование с этими помыслами. И поэтому любые мысли, которые у нас с вами возникают к размышлению о отравлении себя табаком, вот в самом зачатке мы с этими мыслями обязаны бороться. И только вот этот внутренний труд, он нам с вами может обеспечить результат. Как я буду бороться, как я буду отвергать, дать себе необходимый позитивный настрой, поставить перед собой задачу, может выучить наизусть несколько молитв, пользоваться этими молитвами, когда у меня возникают эти помыслы. Очень действенным средством, практическим таким средством является чтение Евангелия в этой ситуации. То есть вот возникают эти мысли, для того, чтобы вместо того, чтобы с ними собеседовать, берите Евангелие и начинайте это Евангелие читать. Берите, вспоминайте молитву, доставайте молитвослов, старайтесь выучить, запомнить эти молитвы. То есть вот что нужно делать в этой конкретной ситуации. Далее мы с вами на прошлой встрече я вам рассказывал о нескольких примерах, как можно в себе вот это вот негативное ощущение, отношение помочь сформировать. То есть описать какие-то примеры, которые в нашей жизни были, касающиеся таких вот трагичных последствий отравления человека табаком. Если у меня, лично у меня таких примеров нету, нет у меня таких примеров, то тогда я просто думаю, а что будет, если я не прекращу отравлять себя табаком? Что может со мной случиться, если я не сумею справиться вот с этим вот желанием, не сумею победить эти мысли, и не сумею решительно от этого отказаться? Что может со мной быть? Это тоже нам поможет сформировать такой решительный отказ, твердость и решительность, окончательно отказаться от своего пристрастия. Ну вот, пожалуй, наверное, это основное. Это основное на данный момент. То есть, еще раз повторю, это строгое выполнение инструкции, исследование себя до отравления табаком и после, увидеть эту разницу, сразу же ее прописать, прописать, бороться со своими мыслями, не допускать эти мысли. Те ситуации, когда у меня возникает желание прописать их при ответе на пятый вопрос дневника, на пятый вопрос дневника и написать вот это вот сочинение. То есть, те, кто у нас не избавились еще от этого, они завтра подходят ко мне, у них у всех, ну, блокнотик, ясно, он ведется и они приносят еще свое вот это вот изложение сочинения, которое у них было, в котором описано и рассказано о вреде все очень подробно и конкретно. Так. кстати, вот эти рекомендации, которые я сказал, их можно использовать не только в отношении табака, но и в отношении любого другого пристрастия. В отношении любого другого пристрастия. Что касается алкоголя, формировать в себе позитивный настрой, можно использовать и рассказывать, как бороться с этими мыслями и изучать молитвы и прилагать усердие для того, чтобы не впустить эти мысли в свое сознание. То есть, вот этими всем, собственно говоря, по любой проблеме, над которой мы с вами трудимся, это можно будет использовать. помочь себе наглядностью. Что сделать? Взяли, там вот сегодня придете домой, свои сигареты или папиросы, которые у вас там есть, взяли, взяли там фломастер или ручку, как у кого получится, и на каждой сигарете нужно будет написать, скажем, вот на одной взяли, написали, раз, губы, на следующей взяли и написали язва язва желудка. На следующей что можно написать? Рак ледки. Ну, пусть будет рак ледки. Саму пачку сигарет надлежащим образом разукрасить. Кто-то там, ну, завтра мы такое сделаем, посмотрим такую выставку, сделаем, кто как над этим потрудился. То есть, вот завтра ко мне все подходят с блокнотиком, у них есть разукрашенный только тот, кто будет. Со своими вот этими расписанными разукрашенными сигаретами и с написанным изложением. И мы смотрим, как там у нас будет дело двигаться дальше. Мы отчасти уже так или иначе в процессе наших занятий об этом говорили. Сейчас, может быть, подошло время нам эти знания систематизировать, чтобы они у нас выстроились в такой четкой, стройной логической системе. Мы с вами говорили уже о том, что когда рождается человек, то есть, когда человек входит в этот мир, как об этом говорят святые отцы, что из мира падших ангелов к этому человеку сразу же приставляется бес искуситель, главная задача которого погубить человеческую душу. Погубить человеческую душу. И когда человек крестится, он получает ангела хранителя, который сопровождает его всю его земную жизнь и сорок дней после смерти. Это не означает, что человек не крещеный, он находится без попечения Божьего. Нет, Господь промышляет о каждом человеке, о каждом человеке, но от самого в силу того, что Господь даровал каждому из нас с вами свободу, зависит уже плод его земной жизни. И все поступки, которые мы с вами в своей жизни совершаем, они, если оценивать их с нравственной точки зрения, с духовной точки зрения, эти поступки, они делятся на два противоположных. два противоположных. Мы с вами об этом уже говорили, что любая проблема, с которой мы сталкиваемся в своей жизни, она такая вот черно-белая. Черно-белая. Давайте те поступки, те действия, которые можно по-разному сказать, за которые человека не упрекает совесть, те поступки, которые приносят человеку, дают душе радость и спокойствие, мир. Мы с вами эти поступки будем называть как? Так, как и называют их церковные традиции. Эти поступки называют добродетели. Главная качественная характеристика каждой добродетели определяется тем, что она созидательна по своей сути. и соответственно противоположность добродетели, то есть те поступки, за которые нас с вами упрекает наша совесть, те, которые лишают нас с вами мира, радости, внутреннего спокойствия. Эти поступки называются как? Как? Грехи. Грехи или страсти? Ну, давайте мы назовем это грехи. Грехи. И главной качественной характеристикой грехов является то, что грех, если добродетель в существе своем созидательна, то грех он разрушителен. Грех он разрушителен. и мы об этом с вами говорили, что каждый человек в своей жизни совершает выбор. Этот выбор, вот он определяется в конечном итоге между добродетелю и грехом, между добром и злом. И выбор этот человек совершает своим поступком, то есть то действие, которое совершает человек. И вот сейчас мы с вами разберем вот эти греховные страсти и добродетели, воспользуемся в этом отношении классификации, которую дает нам святой, который жил теперь уже в позапрошлом веке Игнатий Бринчанинов. У него есть, я вам всем рекомендую, вот у него есть такое его собрание сочинений семитомник познакомиться и предваряя может быть наши с вами дальнейшие рассуждения, сразу хотел бы сказать, что мы физически невозможно в процессе наших таких вот бесед подробно говорить о каждой страсти можно, о каждой страсти проводить такой вот цикл занятий и мы с вами ограничимся только вот основополагающими какими-то определениями и сделаем это может быть в какой-то степени даже сознательно чтобы пробудить у вас интерес к изучению вот этой вот литературы то есть чтобы вы сами самостоятельно после окончания наших с вами занятий постарались разобраться и уяснить в чем же природа страстей как стяжать в своей жизни добродетели как об этом нам говорит церковная традиция как это воплощалось в жизни святых то есть чтобы это было для вас таким вот живым интересом живым интересом первое греховная страсть носит название как чрево угодит что такое чрево угодит чрево угодит это когда человек совершает такие действия главная направленность которых определяется тем что он желает удовлетворить потребности своей плоти своего чрева через что это проявляется это в первую очередь проявляется через отношение человека к пище что к этому относится когда человек присыщается пищей или питьем как в этом отношении себя вести мы с вами уже на прошлых беседах говорили как определить правильное отношение к пище то есть там два основных критерия это по количеству и по времени как научиться себя контролировать мы об этом с вами разбирали сюда же относится еще и такая греховная страсть которая носит разновидность чревоугодия которая носит название тайноядение тайноядение что такое тайноядение тайноядение это когда человек вкушает то есть процесс насыщения своего чрева он старается скрыть скрыть от кого человек это может скрыть ну в первую очередь от бога то есть когда он вкушает пищу без молитвы без молитвы и в традиции нашей с вами православной церкви перед приемом пищи читать молитву какую отче наш причем нужно сказать что эту молитву нам дал сам господь когда его об этом просили ученики и полезно эту в первую очередь а при более усердном стремлении обрести духовный опыт и не только ее выучить выучить эту молитву наизусть после приема пищи мы тоже читаем молитву благодарственную молитву благодарим тебя христе боже наш яко насытил и си нас земных твоих благ не лиши нас и небесного твоего царствия но яко посреди учеников твоих пришел и спаси мир да я им прииди к нам и спаси нас все эти молитвы они есть молитвословие и поэтому я вам рекомендую если у кого-то нет приобрести а если есть то просто напросто потрудиться выучить и сделать это естественным образом можно у себя на кухне написать или чтобы там был молитвослов под руками и каждый раз перед приемом пищи читать молитву тайнояденье когда человек кушает тайно пищу от бога или от других людей от других людей что это значит и как это может проявляться может быть кому-то это знакомо когда человек где-нибудь там втихаря конфеточку подтянул как там говорится конфетку скушал фантик куда-то заховал и вот он такой вот все как бы шито-крыто он взял где-нибудь там цигарку выкурил жвачкой заживал его совесть упрекает за то что он неправильно делает но он старается это как бы вот скрыть от других людей и вот он там бежит или зубы чистить или конфетки начинает или семечки или жвачку то есть вот баночку пива выпил где-нибудь и тоже старается как-то это дело все скрыть то есть вот человек делает это он совесть его упрекает за то что он поступает неправильно и он старается это скрыть от других людей то есть вот когда человек вкушает пищу тайно значит от бога или от других людей сюда же относится такая разновидность этой страсти как вот некоторые говорят это называют ее гортанобесенье то есть когда человек или как может быть современники наши говорят что вот он такой гурман и для этого человека он пищу принимает не для того чтобы поддержать свои жизненные силы а он ее принимает с той целью чтобы получить как можно больше вкусовых ощущений и нередко бывает так что в него уже не влазит а ему все еще хочется ему все еще хочется сюда же относятся к этой греховной страсти когда человек не держит пост или самовольно его разрешает то есть церковь нам определила время когда для нас душеспасительно поститься это в первую очередь среда и пятница каждой недели каждой недели и есть еще у нас четыре больших поста в году вот недавно у нас с вами какой пост закончился рождественский мы находимся в преддверии великого поста после великого поста у нас будет какой пост петровский и после петровского успенский то есть вот четыре больших поста в году и И если человек не понуждает себя к тому, чтобы поститься в это время, для него является грехом. Или другой человек, он, скажем, начитался там поле Брега, и вместо того, чтобы поститься в среду и в пятницу, он говорит, а я вот буду в понедельник. Для него это как бы кажется разумным, что он в воскресенье дозволил себе лишнее, а в понедельник он делает себе такой разгрузочный день. Но мы с вами говорим о том, что в пост мы вкладываем совершенно иное значение. И пост это не какое-то упражнение для того, чтобы провести чистку организма, а пост мы проводим для того, чтобы стяжать добродетель. И смысл поста в среду заключается в том, что в среду Иуда Искариот предал или продал Спасителя иудейским первосвященникам за 30 серебряников, а в пятницу мы постимся в память о том, что Господь наш Иисус Христос в пятницу претерпел крестные страдания, будучи на кресте. Как поститься каждому из вас? Здесь в церкви существует... Вы должны определиться. А в церкви существует две практики, они между собой равнозначны. Первая практика заключается в том, что поститься в соответствии с богослужебным уставом. Вот сейчас у нас была служба, и эта служба началась на завтрашний день. То есть вот среда, 15 февраля началось с вечера. С вечера. То есть богослужебный день начинается с вечера. Почему это происходит? Потому что сказано в Библии и был вечер, и было утро. То есть вот на этом основании мы постимся в первую очередь, начиная с вечера. То есть вот существует такая практика. И тогда человек, если он эту практику принимает для себя как руководство к жизни, то тогда для него начинается пост с вечера, и, соответственно, вечером заканчивается. Это зависит от того храма, в который выходит. Вот, скажем, у нас вечернее богослужение начинается в 5 часов вечера, и в 5 часов вечера уже начался следующий день. То есть можно, грубо говоря, что если человек этому правилу будет следовать, то тогда для него пост начинается во вторник в 5 часов вечера, и в среду в 5 часов вечера он заканчивается. Если человек, есть другая практика, с 12 часов ночи до 12 часов ночи. Вот какую вы для себя примете, это человеку остаётся для личного самоопределения, то есть как вы решите. И в противовес этой страсти мы отчасти, об этом уже говорили, есть добродетельное именование, которое воздержание. Воздержание. И, собственно говоря, смысл поста именно в этом и заключается, что пост — это школа воздержания, это действия, которые помогают человеку стяжать вот эту вот добродетель. Добродетель. И долг наш себя постоянно в этой добродетели упражнять. То есть воздерживаться мы должны не только от своих плотских каких-то стремлений, стремлений, вожделений своей похоти, но мы должны воздерживаться и в речи своей, воздерживаться от того, чтобы свой взор, чтобы смотреть не то, что не следует, держать за зубами свой язык, следить за своими мыслями. То есть вот не только внешнее, но и внутреннее мировоздержание, она нам необходима. Начинаем мы с внешних действий, которые мы видим сами в себе. Это нам проще научиться себя контролировать. А следующий этап упражнения себя в воздержании — это когда мы начинаем следить за своим внутренним миром, то, что происходит у нас с вами в душе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok